Будьте максимально осторожны, ваш аккаунт и все ваши скины могут украсть. Иоу, всем привет друзья, меня зовут Алекс, и сегодня будет не самое обычное видео. Ведь сегодня мы поговорим про самые актуальные методы скама. И благодаря этому видео, вы никогда не потеряете свой аккаунт, либо все ваши скины. Поэтому, друзья, смотрите внимательно, так как за последнее время их появляется все больше и больше. И понятное дело, это все связано с выходом новой версии CS2. Ну и друзья, не забудьте влепить лайк, так как я правда хочу помочь обезопасить ваши скины и ваши аккаунты. И обязательно подписывайтесь, ведь как только появляется новая информация, я сразу про это делаю новый ролик. Если вы не подпишетесь, вы просто его пропустите. Ну а лучшие комментарии, как всегда, выпадают в видео, а я вам желаю приятного просмотра. Но давайте сначала залетим на CS GO RUN, и когда вы зайдете и нажмете на аватарку, то можете вписать промокод AlexShow. И получить доступ к колесу, в котором вы можете получить до 30 долларов. И их даже не нужно отыгрывать, но это доступно только для новых пользователей. Какие тут есть режимы? Режим Crash. Выбираю свой скин и жду пока человечек будет бежать. И стараюсь поймать коэффициент. Чем он выше, тем лучше у вас будет скин. Режим Double. Это рулетка, в которой вы можете поставить свой скин на синее, зеленое, либо оранжевое. Режим PvP. Здесь соревнуются игроки. Например, чей человечек забежит дальше, тот и забирает все скины. Режим Матчи. Здесь вы можете болеть за любимую команду и ставить на них скины. И не забывайте про еще бонусы. Сюда вы можете ввести еще один промокод, который даст вам 25 центов на баланс. И еще один бонус. Нажимаем пополнить и вводите промокод, который даст вам плюс 15% в пополнению. Ну а ссылку на сайт и все эти промокоды вы найдете в закрепленном комментарии. Итак, начнем с того, что методов скама в CSGO сейчас очень много. И постоянно появляются новые. Как я и сказал ранее, сегодня мы рассмотрим самые актуальные. И наверное те, на которые попадаются чаще всего. В CSGO, увы, скама будет все больше и больше. Так как с чем это связано? А на самом-то деле все просто. Напрямую, с игроками. За последнее время CSGO бьет все новые и новые рекорды. Игра на максимальном хайпе. Так как все в ожидании выхода CS2. Которую уже анонсировали. И по идее она должна выйти летом. И что самое, наверное, очевидное. Онлайн станет еще больше. И количество недобросовестных игроков тоже вырастет. Именно поэтому вам придется быть еще более бдительными. Знать и понимать еще больше схем скама. Начнем с первого. Наверное, самый страшный, самый распространенный. Это IPI-скам. Буквально на этой неделе популярный ютубер Anomaly. Уже выпустил видео на эту тему. В котором обезопасил своих зрителей. Поэтому я также решил вам рассказать. Чтобы как можно больше людей про это узнали. Так как IPI-скам самый жесткий. И даже профессионал в CSGO. Легко может быть заскамлен. По сути, IPI-скам работает так. Вы хотите, допустим, какому-то сайту продать свой скин. У вас появляется на каком-то сайте кнопка продать. Появляется обмен. При котором вы отправляете свой скин какому-то боту. Либо же ситуация может быть совсем другой. Вы отправляете свой скин своему просто другу погонять. И IPI-скам делает так. Он просто-напросто меняет человека, которому вы отправляете скин. Но аватарка, никнейм, абсолютно такие же. Грубо говоря, он просто автоматически подменяет аккаунт. И вы этого не замечаете. Так как работает вообще трейд. Вы выбираете скин. Выбираете человека, которому хотите передать свой скин. И потом подтверждаете в телефоне. Этот, так сказать, вирус работает так. Вы выбираете скин. Он подменяет человека, которому вы хотите передать скин. И вы сами этот обмен подтверждаете в своем телефоне. Суть данного IPI-скама простая. Просто ваш Steam аккаунт могут заразить. Про методы заражения вашего аккаунта я расскажу чуть дальше в этом ролике. Давайте сначала разберемся, как проверить, заражен ли ваш аккаунт. Переходим по этой ссылке. steamcommunity.com slash dev slash ipik Все должно выглядеть примерно вот так вот. Видите, все пустое. Ничего не заполнено. А если у вас будет так, то есть будет написан какой-то сайт, либо какой-то localhost, либо цифры. Значит, ваш Steam аккаунт уже заражен. И в любую секунду при обмене у вас могут украсть все скины. А что же вообще делать, если ваш аккаунт уже заразили? Создавать новый, либо писать в техподдержку, либо что-то другое. Давайте по порядку. Первое. Выйдите со всех левых девайсов, где вы были когда-то залогинены в Steam. Оставьте только ваш основной. Например, вы вошли в Steam на компьютере мамы, там брата, либо друга. Второе. Вы должны поменять пароль. Это обязательно. Третье. Измените пароль везде, где был такой же, как и в Steam. Так как, скорее всего, хакеры, либо злоумышленники уже рассекретили ваш пароль. И что самое страшное, в большинстве случаев, если даже не в 90, ваш пароль в Steam такой же, как и пароль на почте. И на самом-то деле, да, это большая и актуальная проблема, что люди ставят везде один и тот же пароль. Поэтому обязательно его смените. И последнее. Обязательно удалите заражение. На самом-то деле, это очень просто. Надо нажать эту кнопку, чтобы у вас все поля были пустые. Таким образом, вы полностью победите API скам. Ну, а теперь появляется другая проблема. Где вы могли его подхватить? Как вы могли им заразиться? Кто вам его подкинул? На самом-то деле, способов есть очень много. И давайте разберемся чуть поподробнее. Первое. При попытке зайти на какой-то сайт, вы просто вписали свои Steam данные. Что-то на том сайте посмотрели. Например, это был сайт со статистикой какой-то. Вы его вообще первый раз в жизни видели. Либо он у вас попался в рекламе. И просто ваши данные украли. И заразили ваш Steam аккаунт IPI скамом. Обязательно, перед тем, как логиниться на каком-то сайте, проверяйте домен. Это, наверное, основное. Чтобы там было четко прописано там Steam Community. Это был официальный сайт компании Valve. Так как многие на это просто не обращают внимания. И злоумышленники меняют одну букву, либо добавляют какую-то цифру. И вы просто отдаете им свои данные. Можно логиниться только так. Для начала, заранее заходите в Steam через официальный сайт. И когда вы уже заходите на какой-то сайт, там либо кейсами, либо с какой-то статистикой, либо другие сайты, связанные со Steam. У вас появится такое окно. И вы сможете уже потом не вводить пароль и логин, а сразу заходить на сайты. Это, наверное, самый безопасный способ, чтобы никогда не попасться на такие скам-сайты. Обязательно проверяйте, когда вы подтверждаете обмен в телефоне, аватарку, никнейм. И что самое главное, это уровень в Steam, всякие медали и так далее. Так как этот вирус не может полностью скопировать человека, которому вы передаете свой скин. Поэтому левел в Steam, какие-то награды, значки будут другие. И на это нужно обращать внимание. Дальше. Как вы еще можете заразиться? При установке различных программ, либо расширений, которые связаны с CSGO, либо со Steam. Например, у SkinChanger и так далее. Поэтому лучше всякие программы, если вы в этом прям на 100% не уверены, не скачиваете. Да, еще один подпункт в этом ролике, который связан со скамом, но только теперь не скинов, а именно аккаунтов. Тут на самом-то деле все еще проще. Первое. Это вирусы. Это прямые вирусы, которые вы скачиваете себе на компьютер. Например, это вирусы могут быть под видом бесплатных читов для CSGO, всяких скинченджеров, программ, которые увеличивают ваш FPS и так далее. С этими со всеми программами нужно быть максимально осторожными, потому что в каждой может быть вшит вирус, который просто украдет данные о вашем аккаунте. Злоумышленники, если у вас не стоит двухфакторная аутентификация, могут сразу благодаря таким сайтам украсть ваш аккаунт и даже не париться с IPI-скамом. Поэтому двухфакторная аутентификация очень важна. Но многие могут подумать, я не поведусь на скам-сайты, а на самом-то деле появляются такие способы, про которые вы даже не подозревали. Вот, например, один из них. Вы нажимаете «Логин на сайте» и у вас открывается абсолютно новое окно, в котором вас просят залогиниться. И вроде бы даже доменное имя может быть правильное, но что самое интересное, это не обычное окно, а окно, встроенное в сайт. Да, такое тоже бывает. Вы его не сможете передвинуть за пределы сайта или открыть в новом браузере, знаете? Это максимально фейковое окно, встроенное в сайт. Под видом окна, в котором вы можете залогиниться. Поэтому даже это проверяйте. И третий способ, как у вас могут украсть аккаунт в стиме, это взломать вашу почту. Там вообще способов безумно много, поэтому просто лучше ставьте двухфакторную аутентификацию и разные пароли, чтобы не совпадал пароль в стиме и на вашей почте. Следующий пункт. Хайп сайты. Это вообще самый новый вид скама, который только появился. И скоро таких появится еще больше. Так как хайп CS GO все растет и растет. И скоро выходит CS 2. В котором скамеры будут придумывать еще более жесткие способы. Чтобы вы вообще никогда не догадались, что это скам. Вот пример такого сайта. На котором вы типа можете получить ключ для бета-версии CS 2. Дизайн сайта полностью скопирован с официального. То есть который разработали Valve. Только на этом сайте добавилась новая кнопка. Get Beta Access. Получите бета-тест. Нажав на эту кнопку, вам предлагают залогиниться. И доверчивые пользователи, конечно же, это делают. Потому что первыми хотели получить бета-тест. То есть этот скам связан на максимальном хайпе CS 2. Когда много людей, которые вообще никак не связаны с CS GO. А просто играют в игры. Решили попробовать новую игру. И до конца в ней не разобрались. И у них просто украли аккаунт в стиме. Поверьте, таких сайтов и способов будет появляться все больше и больше. И нужно быть максимально осторожными. Так как такие сайты продвигаются абсолютно во всех местах. Даже в которых вы не могли ожидать. Например, такие подобные сайты продвигались на прямых трансляциях в ютюбе. То есть да, люди просто включали трансляцию. На которой была демонстрация новой CS 2. Всякие прикольные ролики, официальные трейлеры и так далее. И в описании, либо на экране небольшим шрифтом было написано. Получить доступ к новой CS вы можете по ссылке в описании. Люди переходили и теряли свои аккаунты. Ну и друзья, как вы понимаете, ролик получился и так уже достаточно длинный. И я рассказал про самые актуальные и опасные способы скама. Про банальные методы я даже решил не рассказывать. Но если вам зайдет этот ролик, то я сделаю еще один. Про более мелкие, созданные на доверии к другим игрокам, менее популярные способы скама. Поэтому обязательно ставьте лайк. Так как если не будет лайков, то я пойму просто, что вам это не интересно. И обязательно подписывайтесь, чтобы следующий ролик просто не пропустить. И вы сможете себя обезопасить. Ну а я искренне надеюсь, что многим поможет это видео. А на экране у вас появились интересные ролики с моего канала. Просто кликайте и смотрите. Ну а меня зовут Алекс. Всем удачи и до скорых встреч.